Это Медуза. Стрелки часов судного дня остались на отметке 90 секунд до наступления полуночи, сообщил американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» 23 января. С прошлого года эта позиция не изменилась, но, по мнению составителей прогноза, из-за продолжающегося вторжения России в Украину, изменения климата и почти полного отсутствия регулирования искусственного интеллекта, сейчас, как и год назад, мир ближе к уничтожению, чем когда бы то ни было. Разумеется, часы судного дня – вещь сугубо символическая. Они, как и разговоры о неминуемой Третьей мировой, часто вызывают не столько страх и тревогу, сколько раздражение, пока вдруг не становятся по-настоящему актуальными. В этом письме «Сигнала» мы разбираемся с Третьей мировой как с привычной угрозой человечеству и пробуем понять, к чему ведет ее постоянное ожидание. Журнал «Тайм» одним из первых использовал выражение «Третья мировая война», когда в разгаре еще была вторая. В материале от 3 ноября 1941 года рассказывалось о нацистском политическом деятеле Германе Раушнинге, который бежал из Европы в США. В статье говорилось, что, по мнению Раушнинга, нацистская Германия в ближайшие месяцы намерена взять передышку в войне, чтобы накопить силы, а после этого начать Третью мировую войну против Британии и США. Спустя полтора года в том же журнале вышел новый материал с таким же названием, в котором приводилось высказывание тогдашнего вице-президента США Генри Уоллеса. В 1943 году Уоллес был уверен, что эта война неизбежна в двух случаях – если США и союзники позволят Германии восстановиться, и если западные демократии не договорятся с Советским Союзом по принципиальным идеологическим разногласиям до окончания Второй мировой войны. В 1944 году группа американских и европейских писателей и журналистов основала общество по предотвращению Третьей мировой войны. Они пытались надавить на правительство Соединенных Штатов, чтобы оно навязало Германии жесткий мирный договор, не позволяющий ей развязать еще одно международное противостояние. Опасения насчет Третьей мировой войны высказывались в Америке и после 1945 года. В период Холодной войны журналисты неоднократно предупреждали, что мир стоит на ее пороге. Например, когда Советский Союз вторгся в Афганистан в 1979 году, в газетах вышли тексты под заголовками «Это может быть Третья мировая война» и «Началась ли Третья мировая война». О начале Третьей мировой говорили и после терактов 11 сентября, и во время очередной эскалации конфликта между странами, которые владеют ядерным оружием, и во многих других случаях. С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие политики, чиновники и журналисты утверждают, что Третья мировая война уже началась, или что, по крайней мере, ее угроза стала куда реальнее, если ВСУ проиграют армии России. В общем, нас постоянно пугают Третья мировой. Какой может быть Третья мировая война? Мы точно не знаем, но наверняка разрушительной. В 1949 году физик Альберт Эйнштейн предположил, что любой исход Третьей мировой отбросит человечество на многие века назад. Американский антрополог Лесли Уайт высказал опасение, что в результате такого конфликта люди вообще вымрут как вид. Когда аналитики рассуждают о Третьей мировой войне, многие из них сходятся во мнении, что в этом конфликте стороны могут применить ядерное оружие. Сейчас им владеют девять стран – Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль. Официально он этого не признает. Многие из этих государств явно или скрыто конфликтуют между собой. В 2019 году группа американских ученых проанализировала, какими могут быть последствия столкновения между двумя ядерными державами – Индией и Пакистаном. У этих стран давние территориальные претензии друг к другу. Исследователи пришли к выводу, что в зависимости от мощности применяемого оружия, жертвами ядерного столкновения стали бы от 50 до 125 миллионов человек. В 2022 году ученые пересмотрели свои оценки. Теперь они считают, что погибнуть может более 2 миллиардов людей. В 2019 году исследователи предполагали, что в результате пожаров от применения ядерного оружия может выделиться столько углерода, что солнечное освещение поверхности Земли уменьшится примерно на треть. Это приведет к охлаждению земной поверхности на 5 градусов по Цельсию и уменьшению количества осадков на 30%. По оценкам ученых, на восстановление природы уйдет более 10 лет, хотя некоторые потери будут невосполнимы. Среди них – разрушение многих городов, энергетической, транспортной и финансовой инфраструктуры, а также миллионы жертв из-за голода. Похожие оценки для конфликта России и США привели исследователи в 2022 году. Полномасштабная ядерная война между этими странами может привести к гибели более 5 миллиардов человек от голода, начавшегося из-за ядерной зимы. В таком противостоянии погибнет 99% населения воюющих стран, а также Европы и Китая. В видеосимуляции ядерной войны между РФ и Соединенными Штатами, которую провела группа ученых во главе с профессором MIT Максом Тегмарком, хорошо видно, какими могут быть траектории ракет, взрывы, а также то, как образуется, поднимается воздух и распространяется по земному шару дым от многочисленных пожаров, изменяя климат и вызывая массовый голод. Но третья мировая может начаться не только из-за военного противостояния ядерных держав. В виде достижения в области искусственного интеллекта одни люди опасаются, что ИИ может случайно стать причиной глобального конфликта. Например, технология примет птицу за приближающуюся угрозу и спровоцирует запуск ядерных ракет. Впрочем, эта страшилка кочует от одного публициста к другому еще с 50-х годов, когда ИИ был еще сугубо теоретической идеей. Другие люди предупреждают, что Третью мировую войну могут вообще начать журналисты. По мнению американского историка Гавриэля Розенфельда, из-за постоянных предупреждений об угрозе, которые последние 80 лет не сбываются, люди перестанут относиться к ней всерьез. И именно поэтому война реализуется. Когда начнется Третья мировая война? Это сложный вопрос. Возможно, она уже идет. Зачем люди уже 80 с лишним лет используют выражение «Третья мировая»? Просто чтобы привлечь внимание к себе? Или предупредить человечество о страшном конфликте в будущем и заставить что-то делать, чтобы его предотвратить? Суть от этого не меняется. Первая и Вторая мировые войны охватывали несколько континентов, страны официально объявляли друг другу войны, вводили в военное положение и мобилизовали людей. Сейчас такого не происходит. Идущие конфликты, несмотря на их жестокость, все же локальны, но от этого они не становятся менее кровавыми. Нынешние поиски Третьей мировой войны очень напоминают то, как журналисты и ученые пытались понять, что же такое Первая мировая война, когда она началась и кто в ней виноват. Выражение «Первая мировая война» в английском языке встречается на страницах лондонской газеты The People's Journal уже в 1848 году. Тогда журналист издания написал, цитата, «Война между великими державами теперь обязательно является мировой войной, имея в виду, что такая война не может вестись на ограниченном театре, ведь у великих держав есть колонии по всему миру». Впервые Первая мировая война как термин использовал немецкий биолог и философ Эрнст Геккель в сентябре 1914-го. К тому моменту война шла уже два месяца, и Геккель был уверен, что по ходу и характеру она станет Первой мировой войной в полном смысле этого слова. Когда противостояние закончилось, английский военный корреспондент Чарльз Аккорд Реппингтон выпустил мемуары под названием «Первая мировая война». Слово «Первая» он использовал, чтобы осознанно выделить недавний конфликт из числа предыдущих. Выражение «Первая мировая война» вошло в обиход уже в 30-е. До этого конфликт чаще называли «Великой войной». Когда термин стал общеупотребительным, некоторые люди задумались, действительно ли «Великая война» первая, или этот термин можно применить и к более ранним противостояниям. Историки Ричард Хэмилтон и Хольгер Хервик в 2003 году предложили на роль Первой мировой шесть других войн – войну Аусбургской лиги, войну за испанское наследство, войну за австрийское наследство, семилетнюю войну, французские революционные войны и наполеоновский конфликт. В них принимали участие крупнейшие империи и государства. Они шли одновременно в нескольких частях света, но, разумеется, по количеству жертв все эти войны значительно уступают тем, которые начались в XX веке. Другие ученые предлагали считать мировыми войнами еще более ранние конфликты. Например, советский историк Лев Гумилев назвал Персидско-Византийскую войну 602-628 годов мировой войной VII века, потому что в этом противостоянии участвовали очень многие государства по всему Старому Свету. Некоторые эксперты включали в список мировых войн 30-летнюю войну и войну за независимость Нидерландов, длившуюся с перерывами почти век. В них крупнейшие европейские империи столкнулись на пяти континентах. Но большинство историков все же склоняются к тому, что Первая мировая война – именно та, которая длилась с 1914 по 1918. Причин на это несколько. Помимо количества жертв и разрушений, а также вовлеченных в конфликт сторон, эксперты подчеркивают, что масштаб войны и ее последствий были беспрецедентны. Это было первым в мире промышленным противостоянием, участники которого применяли технологии, никогда ранее не использовавшиеся, например, химическое оружие, танки или авиацию. Идеологические, экономические и политические изменения, произошедшие из-за Первой мировой войны, были также глобальными. Империи распались, на их месте появились новые государства, а политики сформировали новую систему международного сотрудничества в виде легенаций. Если говорить коротко, изменения после Первой мировой войны и ее итоги были настолько масштабными, что их последствия человечество ощущает до сих пор. Однако это осмысление произошло уже после того, как Первая мировая война завершилась. В моменте солдаты не знали, что участвуют в масштабном историческом событии, как не знали этого и те, кто умирал в наполеоновских войнах или в Нидерландской революции. Возможно, мы тоже не знаем, что война России в Украине или Израиля против Хамас или другие продолжающиеся противостояния – это и есть часть того, что будущие историки назовут Третьей мировой войной. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод В своей книге «Destined for War» политолог и профессор Гарварда Грэм Эллисон рассматривает противостояние между Соединенными Штатами Америки и Китаем как глобальное соперничество между правящей державой и восходящей державой. Эллисон утверждает, что исторически в 12 и 16 случаев конфликты между восходящей и правящей державой приводили к войне. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте это письмо своим друзьям и близким. Знание – сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам info.sobacagetsignal.news Продолжение следует...